после того как связана резинка с отворотом необходимо приступить к формированию ушек с завязочками но это в том случае если вы вяжете шапку для маленького ребенка и хотите чтобы она завязывалась для этого нам необходимо выполнить вот такие вот ушки одно и второе первое я уже сделала вот завязочка длина ее 25 сантиметров на мой взгляд это оптимальная длина сейчас я покажу как это делать вы можете вязать в 3 нити точно так же или в 2 нити например да поменьше сделать потоньше и и ну тогда имеет смысл сделать двойную или вовсе в одну нить смотрите экспериментируйте как вам больше нравится вот у меня двойной отворот у меня шапка с отворотом и она достаточно плотная поэтому мне дополнительный объем к этой шапке не нужен ушко будет крепиться вот таким вот образом и вот так немножко выступать вот прячется она там получается внутри выглядеть будет вот так готовые шапки если вы вяжете без отворота то тогда при перед тем как вязать резинку вы должны связать ушки с завязочками две детали и присоединить их к петлям то есть вы делаете набор распределили количество петель посчитали сколько у нас здесь петель на ушках получилось их прибавили также к общему количеству до высчитали вот он уже фактически то есть это вот часть наборного края идет мы их не считаем вот здесь у нас петли то наборного края потом дальше мы крепим вот прям надеваем на спицу вот эти вот петли ушек потом снова выполняем дальше набор делаем потом опять еще одно ушко крепим и завершаем набор вот таким вот образом тогда получится дальше вяжите резинку вот и оставшуюся часть шапки ну тогда разумеется ушки будут уже не вот такого размера а где то вот так вот такой высоты их нужно будет связать если у вас резинка без отворота и так для того чтобы связать ушки я сейчас отрежу вот это вот нить она мне не нужно уже я переснимаю с этой спицы на другую вспомогательную вот так вот это ушко потому что мне нужны будут эти спицы других таких же у меня нет если у вас есть то можно не переснимать просто взять спицы такого же размера и вязать следующая ушка все я набрала 4 петли на спицы теперь что мне необходимо сделать я буду вязать теперь я сдвигаю на край другой спицы на вязание этот набор и второй спицы уже вот так вот смотрите вне нить вот с этой стороны видите мне нить вот с этой стороны вот она не от края идет я беру первую петлю первую петлю я рекомендую вязать вот так захватываем нить снизу и вот так вот протягиваем мне так удобнее вы можете конечно и обычным способом вязать провязали 1 2 3 4 можно вязать спицами чулочными я вяжу на круговых вот так вот сдвинула так чтобы нить у нас опять находилась слева и снова провязываем 4 петли лицевыми вот смотрите сейчас покажу вот если вязать обычным способом и захватывать нить снизу то вот как то ее придется вот так вот проворачивать и если вы вяжете две или три нити видите можно потерять вот одна ниточка у меня раз и ушла а если захватывать ниточку вот как я первый раз показала вот так вот тогда мы ее можем придержать большим пальцем указательным пальцем правой руки и все она у нас никуда не денется затягиваем ее чтобы у нас полый шнур был аккуратным и красивым если не затягивать эту ниточку то тогда лицевые петли вот с этой стороны они будут прям сильно выделяться они будут растянуты поэтому обязательно затягиваем снова я перетаскиваю вязание на край другой спицы и провязываю 1 подтянули ниточку 1 ряду вязать первые ряды конечно же вязать неудобно нужно потерпеть потом будет немного полегче потому что появляется возможность эти вот так вот пальчиком придерживать вот и так далее вяжем таким образом шнур необходимой вам длины у меня это 25 сантиметров я рекомендую ориентироваться не на измерение при помощи сантиметровой ленты а на количество рядов у меня по расчетам моим плотность вязания составляет в одном сантиметре 3 ряда поэтому для того чтобы мне провязать 25 сантиметров я 25 сантиметров умножаю на 3 ряда это получается 75 рядов 75 рядов у меня провязано здесь вот в этой детальке да в этом шнурочке и точно такое же количество рядов я провяжу и здесь чтобы они у меня были абсолютно одинаковыми встретимся когда будет провязано нужное количество рядов если вы собираетесь вязать одинарные ушки вот как я вязала то тогда ну вот у нас была показываю как первоначальную позицию петель на спице вот так у нас было нить было с левой стороны передвигаем перемещаем спицу петли на спицу вот эту вот на вторую спицу вот он кончик спицы с левой стороны и с левой стороны нить поворачиваем вязание и мы будем вязать поворотными рядами делая прибавки по 2 прибавки в лицевых рядах первую петлю мы снимаем она у нас будет кромочная далее вяжем изнаночные ряды изнаночные петли первая и последняя у нас кромочная поворачиваем первую петлю снимаем прибавки у нас делаются между кромочными захватываем вот точно так же захватываем сзади надеваем на спицу и не снимая этой спицы провязываем лицевую неудобно немножко указывать так надели на спицу и не снимая провязываем лицевую вот она первая прибавка далее идет 2 лицевая 3 лицевая и теперь из протяжки также провязываем лицевую петлю прибавляем только в протяжку мы входим спереди надеваем на спицу и провязываем вот так последняя петля у нас провязывается изнаночной поворачиваем вязание кромочную сняли вяжем ряд изнаночными петлями без прибавок повернули и здесь выполняем прибавки точно таким же образом сзади подняли подняли и провязали лицевой лицевые провязываем вот она у нас последняя перед кромочной и вошли в протяжку вот так вот подняли ее спереди надели на спицу провязали скрещенную лицевую и кромочная вяжется изнаночной получается у нас таким образом справа и слева у нас симметричные прибавки идут я вязала давайте посчитаем сколько у нас тут рядов получилось 1 2 3 4 5 6 7 рядов с прибавками то есть я выполнила по 14 прибавок с каждой стороны и у меня получилось вот нужная ширина регулируйте сами какая ширина вам нужна ширина ушка и самое главное когда вы вяжете ушки они конечно же должны быть с одинаковым количеством петель одинаковой ширины поэтому внимательно еще раз пересчитайте какое у вас количество петель на одном ушки на другом ушки чтобы все было абсолютно одинаково и встретимся мы с вами когда будет провязано второе ушко я расскажу как присоединяю их к резинке и так у меня уже связано нужное количество рядов вот он полый шнур теперь покажу вам что делаем дальше если вы хотите связать ушки двойные то необходимо будет вязать по кругу сейчас у меня петли находятся на правой стороне спицы ниточка с левой стороны мне нужно сделать чтобы было наоборот и теперь смотрите делим пополам и отсюда вытаскиваем леску этот способ называется волшебная петля я думаю что всем он известен так и теперь мне вот эту спицу нужно вот так сюда подвинуть а эту вытянуть для того чтобы ею вязать и в дальнейшем я так и буду делать чередовать то есть вот эту которую я буду вязать правую я вытягиваю а а та которая левая вот у меня петельки на спицы не необходимо будет прибавлять петли по одной петле с каждой стороны делать прибавки то есть вот она смотрите протяжка из протяжки делаем прибавку я захожу сзади надеваю на спицу эту петлю и сразу же провязываю не отпускаю и так еще раз зашла сзади надела на спицу и провязываю не отпускаю вот так все у меня прибавилось одна петля с этой стороны провязываю лицевой раз-два и с этой стороны также делаю протяжку также делаю прибавку из протяжки только она у меня будет уже захвачена вот таким образом спереди надеваю ее на спицу немножко это конечно не удобно и провязываю ее скрещенной за переднюю стенку вот таким образом я прибавила две петли одно справа вот она крайняя а другую слева мне теперь на спице с этой стороны 4 петли а с этой стороны переворачиваем у меня пока еще две петли значит эту спицу я подтягиваю сюда на нее надеваю петли на вот эту спицу вытягиваю ей я буду вязать и точно так же с этой стороны смотрите вот она протяжка видите между петлями значит мы ее берем вот так вот сзади захватываем надеваем на спицу и и не отпуская вот так может даже с этой стороны провязываем вот не очень удобно конечно провязываем получается на ее скрещенную вот для того чтобы не было дырочек 2 3 и теперь я должна протяжку между петлями вот отсюда вытащить вот она у меня я ее надеваю на левую спицу и провязываю скрещенной так так все теперь у меня с этой стороны тоже прибавилось 2 петли справа и слева таким образом вяжем до нужной высоты получится у нас такое вот двойное ушко круговую мы вот таким вот образом вяжем я переодела оба ушка на две спицы так как я их буду крепить присоединять я их буду вот таким вот образом я пересняла петли правого ушка чтобы спица у меня была направлена в сторону вязания они у меня были повернуты в другую сторону ну вот и все начинаю вязать вязать как я уже говорила я буду начинать нитью другого цвета там не будет такая сиреневая это первый мой установочный ряд для узора двухцветного которым я собираюсь связать эту спицу пока что отпускаем и провязываем установочный ряд лицевыми петлями мы его снимаем и присоединяем вторую спицу на которой у нас находятся петли нашего ушка вот так вот их сравниваем вместе и смотрите провязываем одну петлю отсюда передние спицы и одну петлю задние спицы одновременно вот так провязали следующую 2 вместе и так до конца пока все петли не провяжем до конца вот таким образом петли ушка присоединяются петлям основного вязания я дошла до 2 маркером вот он я его снимаю он мне уже не нужен и и так же я уже присоединила вторую спицу вот они у меня на одном уровне и провязываю таким же образом петли резинки и второго ушка лицевыми петлями одну петлю одну петлю с передней спицы и одну петлю с задней спицы вот так давайте еще раз покажу вот они у меня две спицы передняя и задняя одну с передней захватили и тут же одну берем задней спицы вот так вот вот они у меня и протягиваем ниточку получилась лицевая петля провязана вот 2 вместе лицевой из двух спиц а Продолжение следует...